Приветствую друзья! В серии видео «Пара слова мототехники» мы с вами успели рассмотреть очень много интересных двухколесных аппаратов. Если что-то упустили, то вот сплыла ссылка на весь плейлист. В этом сюжете я хочу пригласить вас на пару слов о монокарах. Интересную смесь мотоцикла с автомобилем, которые уже 100 лет назад пророчили великое будущее. Важное замечание. Прошу вас не путать монокары с гирокарами. Несмотря на большое внешнее сходство, у этих классов техники имеется одно весомое отличие. Монокары не снабжены стабилизирующей гироскопической системой, использующей энергию раскрученного маховика. И физика их управления описывается теми же законами, что и для обычного мотоцикла. И да, о гирокарах есть полноценный сюжет на моем канале, так что в этом видео мы обойдем их стороной. Усаживайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняхами. После краткой рекламной интеграции мы приступаем. Знаете, цены на товары двигаются, увы, всегда в одну сторону. И ребята из Kinetic Fun как бы не хотели, не могут гарантировать, что в новом году останется прежний прайс. Однако, как раз сейчас имеется возможность выгодно подготовиться к новому сезону. У Kinetic Fun широкий выбор чехлов на любой мотоцикл, а хороший чехол это надежная защита от непогоды и лишнего внимания. На сайте есть онлайн примерка и бесплатный обмен, если не подошел размер. Помимо чехлов, около 50 моделей сумок, как универсальных, так и под конкретные мотоциклы. На канале ребят есть подробный обзор на каждый товар. При заказе от 5000 рублей скидка на доставку от 10000, дополнительная скидка на всю покупку. Все полезные ссылки в описании видео и закрепленном комментарии. С наступающим Новым Годом! На заре автомобилей и мотостроения инженеры экспериментировали с самыми разными видами компоновок для своих транспортных средств. И именно эта эпоха насыщена нетипичными и удивительными аппаратами. Собственно, на тот момент эта отрасль только зарождалась, поэтому множество как смелых, так и бредовых идей воплощались вплоть до рабочих прототипов. И лишь время расставило все по своим местам, оставив в живых лишь наиболее удачные, практичные и коммерчески успешные идеи. Истории известны попытки скрестить автомобиль и мотоцикл. Так появился Монокар. Монокарами эти транспортные средства назывались из-за того, что оба колеса у них шли по одной колее, хоть из названия можно подумать, что колесо должно быть одно. Более того, помимо пары основных колес, они имели еще по несколько вспомогательных, призванных обеспечить вертикальное положение транспортного средства во время стоянки и в движении на малых скоростях. В общих чертах Монокар должен был стать бюджетной альтернативой автомобилю. При этом его достоинствами были малый расход топлива, маневренность, небольшая собственная масса и хорошая проходимость. Обычно он был рассчитан на два человека и небольшое количество багажа. И вот, вкратце познакомившись с концепцией Монокара, давайте рассмотрим те немногие аппараты, созданные в металле. Первый в мире Монокар под названием B.Auto.Go дебютировал перед широкой публикой в 1912. Удивительный полуавтомобиль-полумотоцикл создал наследник крупного издательского бизнеса Джеймс Скрипс Бут, который искренне верил, что его изобретение совершит революцию в автотранспорте. Свой смелый проект он начал в 1908 и спустя 4 года пробе ошибок Скрипс Бут представил гибрид автомобиля и мотоцикла, который оказался слишком новаторским или безрассудным даже для Детройта 1912. Конструкция весила полторы тонны и при всей громоздкости опиралась лишь на два деревянных колеса диаметром 940 мм. По бокам у нее можно заметить маленькие колесики, которые выполняли роль шасси. По задумке они использовались лишь во время разгона, а по достижению скорости в 32 км в час убирались. Таким образом, на большой скорости автомобиль превращался в громоздкий полуторатонный мотоцикл. Уникальная техника оснащалась двигателем V8 с рабочим объемом 6,3 литра. Максимальная мощность составляла 45 лошадиных сил. Для тех, кто почему-то увидел на вот этой фотографии рядную восьмерку, поясняю. Здесь по две свечи на каждый цилиндр. И в принципе, если присмотреться, то видно, что это V8. Двигатель был сблокирован с четырехступенчатой трансмиссией. Запуск его осуществлялся при помощи сжатого воздуха. Не был забытый промышленный дизайн. Шикарные изогнутые медные трубочки общей длиной 137 метров по бокам, образующие стилизованные крылья – это водяной радиатор, а не просто украшение. Привод ведущего заднего колеса был цепным, тормоз – барабанным. А рессорная подвеска была достаточно громоздкой и сложной. Максимальная скорость была заявлена на уровне 120 км в час, но на практике это не проверяли. Таскало все это великолепие аж троих опытных камикадзе. Простите, человек – водителя и двух пассажиров. Джеймс планировал собрать 50 машин, но монокар вышел слишком дорогим. К тому же консервативное общество не торопилось пересаживаться с автомобилей и мотоциклов на вот это. Создателю B-Auto Go со всеми доработками обошелся примерно в 25 тысяч долларов, что по тем временам было громаднейшей суммой. До сих пор остается открытым вопрос, насколько эта громоздкая конструкция была устойчива во время езды. Бут провел остаток своей карьеры, проектируя более обычные транспортные средства, а также специализируясь на рисунках акварелью. Его же творение было отреставрировано энтузиастами из компании Mob Steel в 2017-м и продолжает находиться в музее в Детройте. Следующий обозреваемый – автомобиль Мура, который был разработан гораздо раньше, чем был показан на автосалоне в Вашингтоне в 1917-м. Вот эти страницы журнала Technical World за январь 1910-го тому подтверждение, так что первенство B-Auto Go не является абсолютным. Компания Мура из Индианаполиса, не без помощи именитой компании Olds Mobile, построила одноместный монокар, который представлял собой шасси мотоциклетного типа с автомобильными узлами. Существует брошюра 1917-го года, рекламирующая акции компании Мура. В ней приводится спецификация моделей G-Mur Car 1917-го года, описывающая двухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением мощностью 22 л.с., зажиганием от магнета и трехступенчатой коробкой передач. Особенностями монокара были своеобразный полуруль, два опорных катка на продольных рычагах, фигурный бензобак над задним колесом и широкие боковые подножки. На этой фотографии изображена американская актриса Хильда Ван на монокаре Мура. Пик интереса к монокарам пришелся к третьему десятилетию 20 века, когда их разработкой и изготовлением стали заниматься как никому неизвестные фирмы, так и крупные оружейные и авиационные корпорации. Короткую эру монокаров открыла берлинская фирма Атлантик, собравшая около сотни машин с характерным для будущих конструкций открытым кузовом тандем с двумя боковыми дверками, лобовым стеклом, длинными подножками и опорными катками. На этих аппаратах применялись оппозитные двигатели мощностью от полутора до шести лошадиных сил, а расположены они были продольно. К сожалению, информации об этих удивительных аппаратах практически нет. В начале прошлого века один из известнейших пионеров авиации, британец Эдвин Эллиот Вердон Роу, который основал в 1910 авиастроительную компанию Авра, загорелся идеей постройки монокаров. Сэр Эллиот был настолько увлечен своей идеей, что за более чем 10 лет создал целую линейку прототипов двухколесных автомобилей, пытаясь совместить простоту и дешевизну мотоцикла с комфортами и безопасностью автомобиля. Чертеж первого прототипа датирован 1913. Мотоцикл Авро, именно так написанный на чертеже, оснащался одноцилиндровым двигателем, располагающимся между ног водителя. Колесная база аппарата составляла 183 см и это все, что известно на данный момент. Второй прототип монокара дебютировал в 1922 и оснащался 350-кубовым двигателем Bar & Stroud, сблокированным с трехступенчатой коробкой передач. Заднее колесо приводилось в движение посредством цепной передачи. То, что кажется маленькой решеткой радиатора, является воздухозаборником для двигателя с воздушным охлаждением. Вторая версия двухколесного автомобиля 1922 года имела иное капотирование и решетки для вентиляции. Прототип 1926 года имел двигатель Вильерса объемом 343 см3, трехступенчатую коробку передач и на этот раз червячный привод на заднее колесо. Конкретно вот этот монокар Авро, который сохранился до наших дней, принадлежал лично Элиоту Роу, который на нем проехал многие тысячи миль между Саутгемптоном и Манчестером. Имеется информация, что на специальную версию Авро монтировали четырехцилиндровый двигатель в 28 лошадиных сил от легковушки Кроссли. Элиот Роу, помимо активнейшей инженерной деятельности, был и на политику Гораст. Он был членом Британского союза фашистов, а в 1930-х годах был сторонником Освальда Моссли. Крупная немецкая оружейная корпорация Waffenfabrik Mauser, основанная братьями Mauser в начале 19 века, по окончании Первой мировой войны оказалась не удел. И в поисках работы ее руководство обратило внимание на новые перспективные средства передвижения – двухколесные автомобили. Учитывая, что тогда никто ничего подобного делать не умел, для проектирования новой техники был приглашен владелец автомагазина Густав Винклер, который в 1920 году самостоятельно построил такую машину. На следующий год Monocar Einzpur Auto, что по-немецки означает «одноколейный», показали на берлинском салоне. И в 1923-м его начали выпускать на головном предприятии в Оберндорфе. Это была классическая одноколейная машина с типовым кузовом, одной дверцей слева, двумя фарами, лобовым стеклом и подъемными опорными колесами, которая провыпускалась несколько лет с небольшими модификациями. В ее задней части размещался одноцилиндровый четырехтактный мотор жидкостного охлаждения с радиатором автомобильного типа и кикстартером. Силовые агрегаты мощностью в 6 лошадиных сил имели два варианта рабочего объема – 498 и 510 кубических сантиметров. На ряде машин устанавливали также 573-кубовый мотор той же мощности, тент и запасное колесо сбоку. Основанием машины служила несущая рама из листовой стали с дополнительным трубчатым каркасом. От трехступенчатой коробки передач заднее жестко укрепленное на раме колесо с барабанным тормозом приводилось цепным приводом. Переднее колесо установили на рычажной вилке мотоциклетного типа. Для управления машиной применялся характерный полуруль, состоявший из верхней части круглого автомобильного руля и трех никелированных спиц. Для подъема и опускания поддерживающих колес применяли длинный рычаг, установленный справа внутри кузова. Колесная база всех версий составляла 2,2 метра, длина 3 метра, ширина 1,2 метра. Машина весила 300 килограмм и разгонялась до скорости 65 километров в час. К середине 1920-х выпуск монокаров Маузер начал сокращаться и прекратился в 1927-м, когда было собрано около 200 машин. К тому времени их копии уже давно собирали во Франции. И этой копией являлись монокары марки Morgan Monatras, которые производились по лицензии Маузер на заводе в Courbevois под Парижем. Между прочим, Monatras также переводится как «одноколейный». Конструктивный аппарат практически ничем не отличался от немецкого прототипа, но оснащался только одним базовым 510-кубовым двигателем мощностью 6 лошадиных сил, штатным складным тентом и одной передней фарой-прожектором. На нем также стояли трехступенчатая коробка, заднее колесо с цепным приводом и ручная система управления опорными колесами. Масса машины возросла до 320 кг. В отличие от Маузеров, специальные одноместные монотрассы широко применялись в мотоциклетных гонках и дальних пробегах, развивая скорость до 85 км в час и расходуя всего 4 литра бензина на сотню. В программе фирмы Monatras также имелись шасси для установки кузовов самостоятельного изготовления и легкий развозной грузовичок. Всего было собрано 310 монокаров этой марки. Но и на этом история Einzpur Auto не завершилась. За год до прекращения выпуска одноколейных Маузеров, Густав Винклер выкупил права на их изготовление и продолжил сборку монокаров в Оберндорфе под маркой Winkler Einzpur Auto. Внешне от предшественников они отличались укороченной на 12 см колесной базой. На выбор покупателей Винклер предлагал 5 вариантов горизонтальных одноцилиндровых агрегатов и двухцилиндровых оппозитов воздушного охлаждения, развивавших мощность от 6 до 10 сил. В 1929 году их выпуск пришлось прекратить. Фирма Винклера успела собрать несколько десятков машин. Двухколесный автомобиль Черетти впервые был продемонстрирован на международном конкурсе изобретателей в Париже 11 мая 1929, где, кстати, получил золотую медаль. Затем он был выставлен в парижском салоне в 1930-м. Этот необычный аппарат построили два инженера, некие Черетти и Вален в Курбевоа. Да, тот самый городок, где немногим ранее производился монотрасс. Черетти имел двигатель объемом 500 кубических сантиметров с зажиганием от магнета. В реальности был построен один прототип. У Черетти были планы сделать двухместный автомобиль с закрытой кабиной, однако дальше иллюстрации дело не зашло. Как видите, на данной брошюре описаны основные качества техники, ну или по крайней мере предполагаемые. Экономность, комфорт, безопасность и элегантность. В конце концов, изобретатель отошел от монокаров и построил некое подобие мотоколяски, уже трехколесной компоновки. Следующий обозреваемый родом с Туманного Альбиона. Монокары в период с 1934 по 1936 выпускала британская компания Osborne Engineering из Портсмута. По желанию покупателей, единственная модель Уитвуд с откидными опорами и круглым рулем предлагалась с одно- и двухцилиндровыми моторами рабочим объемом от 150 кубиков до 1 литра, задним багажным отсеком и четырьмя исполнениями кузовов. Их успели собрать лишь шесть экземпляров. В день Святого Валентина 1939 года Джеймс Грэдди Тингл Роуд испытал свой удивительный монокар под названием Тингл. В первом из нескольких патентов, поданных между 1936 и 1939 годами, Тингл изложил планы обтекаемого закрытого кузова типа седан с силуэтом, который напоминал смесь Chrysler Airflow и Golden Submarine Barney Oldfield. За патентованной Тинглом конструкцией подразумевалась установка компактного двигателя. Поскольку Майами также был домом для Роя Эванса из Эванс Моторс, крупнейшего в мире дистрибьютора американских легковых и грузовых автомобилей Остин, выбор был очевиден. Тингл установил на свой монокар стоковый 13-сильный 740-кубовый двигатель Остин с водяным охлаждением. Поначалу инженер экспериментировал с цепным приводом на заднее колесо, однако впоследствии пришел к карданной передаче. Хотя первоначальный план Тингла заключался в создании двухместного монокара, он прежде построил 300-килограммовый одноместный с колесной базой около 305 сантиметров. В ходе испытаний Джеймс остался доволен и утверждал, что мог разгоняться до 110 километров в час. Тингл считал, что его монокар можно было производить серийно и продавать не дороже 400 долларов. У Джеймса нашлись последователи, которые считали, что двухколесные автомобили шириной в один метр позволят увеличить количество полос на дорогах и избавиться от заторов. Они представили свои конструкции монокаров. Ими были Джеймс Стинсон из Кливленда, штата Гайя, и Альберт Лапойнт из западного Хартфорда, штат Коннектикут. На вот этой фотографии, датированной 48-м годом прошлого века, изображен мистер Лоусон в своей машине FF на базе NERA-K. FF означает «ноги вперед» и относится к типу мотоциклов, на котором водитель сидит в сидячем положении как на автомобиле, а не как на обычных мотоциклах. Стоит отметить, что NERA-K – это мотоцикл, который производился сначала в Британии, а затем в США с 1919 по 1928 год. Его компоновка подразумевала устранение типичных недостатков мотоциклов того времени. От прочих, NERA-K отличала более комфортная посадка наездника, низкий центр тяжести, максимальная капотировка двигателя для защиты от грязи и масла, коим тогдашние моторы частенько плевались. А NERA-K известны несколько занятных фактов. Так, например, в ноябре 1922 года Эрвин Беккер по прозвищу «Пушечное ядро» отправился на NERA-K в путешествие из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Неблизкий путь в 5420 километров Эрвин преодолел, проведя в седле 179 часов. При этом средняя скорость составила 30 километров в час. Также NERA-K выиграл несколько медалей за надежность в дорожных испытаниях на большие расстояния, в том числе в командном зачете в гонке Stock Machine Trial на 1000 миль в 1925 году. То есть, получается, что мистер Лоусон переделал необычный мотоцикл, которому уже было более 20 лет. Вероятно, техника оказалась единичным экземпляром и создавалась исключительно для личного пользования, а не с целью пустить ее в серию. А вот интересный монокарт «Дальник», построенный чехословацким пилотом и инженером Яном Андерле. Свой первый прототип Ян построил во время Второй мировой войны, по другим данным, в 1948 году. Дальнейшее развитие техника получила в 60-х. «Дальник» был оснащен двухтактным двигателем с водяным охлаждением от автомобиля Yava Minor. Заявленные 20 лошадиных сил позволяли разгонять 300-килограммовую машину до 120 км в час, а расход топлива был на уровне 4,5 литров на сотню. В 1967 году Андерле эмигрировал и спустя время осел в Швейцарии. Там его идеи получили некое развитие. При сотрудничестве с Арнольдом Вагнером в 1982 году был разработан монокар P-Raves W18. В 70-е годы, благодаря встрече двух энтузиастов, имена которых Малкольм Ньюэл и Кен Лимон, появилась конструкция монокара под названием «Квазар». История «Квазара» началась примерно в 1968 году, когда Малкольм Ньюэл владел магазином мотоциклов в Девизесе, Англия, с необычным названием «Чити-Чити-Бен-Бен». Он разработал трехколесный аппарат с двигателями коробкой передач «Мини» и назвал его «Революшн». Появление на выставке «Эрл Скаурт Шоу» привело к получению нескольких заказов, но из-за скудности финансирования тираж ограничился семью экземплярами. В то же время Малкольма посетила идея о создании коопатированного мотоцикла. «Квазар» появился на свет благодаря случайной встрече Ньюэла и Лимона, когда первый приехал отдыхать в Шотландию. Закипела работа, Кен создавал чертежи и в конце концов Малкольм основал небольшую инжиниринговую компанию в Мелкшиме для изготовления прототипа. Ребята занимались поиском спонсоров и спустя годы разработок в декабре 76-го был продан первый «Квазар», который был собран на мощностях фирмы «Уилсон Бразерс» в Бристоле. Несмотря на широкую рекламную кампанию по привлечению внимания мотообщественности, «Уилсон Бразерс» не предоставили достаточно средств для производства, чтобы удовлетворить спрос. С декабря 76-го года по октябрь 79-го было выпущено всего лишь 7 «Квазаров». Еще 5 «Монокаров» были проданы к декабрю 81-го года, а с августа была подготовлена еще одна партия из 10-ти. Изначально удивительная техника оснащалась 4-цилиндровым 850-кубовым двигателем с жидкостным охлаждением от автомобиля «Релиант», сблокированным с 4-ступенчатой коробкой. Обратите внимание, «Квазар», как и «Нерокар» не оснащались боковыми колесиками. По всей видимости, низкий центр масс и сама масса позволяли водителю удерживать равновесие при помощи ног, а для стоянки имеется боковой упор, как на обычном мотоцикле. Был произведен только 21 «Квазар» с двигателем «Релиант», однако Ньюэлл построил еще несколько в своей мастерской в Хеддингтоне. Эти, более поздние «Квазары» были оснащены мотоциклетными двигателями от таких моделей, как «Сузуки» и «Джиэс», как с цепным, так и карданным приводом на заднее колесо, «Хонда ВФ750», «Хонда Голдвин» и «ВТ500», «Ямаха 350» и одну шестицилиндровым двигателем «Кавасаки Z1300». Увы, Малкольм умер в 1994 году в возрасте 54 лет. Малкольм Ньюэлл и три «Квазара» были показаны в автомобильной программе BBC Top Gear, которая транслировалась 14 апреля 1988 года. Несмотря на то, что «Квазар» потерпел крах в силу финансовых проблем, многие из созданных аппаратов живы и по сей день, а сама идея послужила отправной точкой для дальнейших прототипов монокаров. И вот подошел черед рассмотреть монокары швейцарской компании P-Raves. Эта компания была основана в 1972 году пилотом Swiss Air Арнольдом Вагнером и первоначально занималась изготовлением одногусеничной техники, однако Вагнер грезил немного другим проектом. И подключив к нему Яна Андерле, к 1982 году работы над прототипом монокара были закончены. Арнольд в 1983 получил патент на опорное устройство для одноколейного транспортного средства, а спустя год патент на кузов. Продукт компании P-Raves получил название Eco Mobile. К 1985 году Арнольду Вагнеру удалось добиться разрешения на передвижение Eco по дорогам общего пользования Швейцарии. Спустя некоторое время Eco Mobile был одобрен экспертной организацией TUF, что позволило продавать его в Европейском Союзе с 1991 года. Первые серийные двухколесные капсулы были произведены в 1984 году под названием OEMIL, или P-Raves O-Eco Mobile, с двигателем BMW R100. Для последующих экземпляров был предложен двигатель BMW K100. Дабы избежать путаницы в названиях и связи с эко-движением Eco Mobile, был переименован просто VECO. P-Raves произвел 91 мотоцикл с 1991 по 2005 год, пока не сгорел главный завод компании в Чешской Республике. Однако это событие нисколько не вогнало компанию в депрессию и стимулировало к созданию нового детища под названием Mono Tracer, которого показали широкой публике в 2008. Он занял 41 место в списке 50 лучших изобретений 2008 года по версии журнала Time. Для реализации концепции закрытой кабины с обеих сторон установлены шарнирные опорные колеса. Они опускаются или поднимаются переключателем на руле. Срабатывает система достаточно быстро, всего лишь за 0,5 секунды. Также конструкции предусмотрено прохождение поворотов под углом от 52 до 55 градусов с применением опорного колеса в сложенном состоянии, то есть фактически на трех колесах. Общие габариты техники следующие. Длина 3 метра 65 сантиметров, ширина 1,20 метра, с выдвинутыми опорными колесами 1,40 метра, высота 1,52 метра, снаряженная масса 460 килограмм. Водитель с пассажиром сдвинутый вперед, а двигатель находится в задней части мотоцикла. Кузов типа Monococke изготавливается с широким применением кевлара, что делает его чрезвычайно прочным и легким. Интегрированный каркас безопасности дополнительно оберегает жизненное пространство внутри кабины. По тем же соображениям в конструкции используется авиационное стекло. Кресла оснащены трехточечными ремнями безопасности. Перевозит MonoTracer двух человек и располагает багажным отделением объемом в 200 литров. Что касается силовой установки, применен двигатель от BMW K1200RS мощностью порядка 130 лошадиных сил. Пятиступенчатая трансмиссия мотоцикла была изменена, чтобы дать водителю 4 передачи переднего хода и 1 передачу заднего. При этом имеем максимальную скорость в пределах 260 км в час, разгон с места до сотни за 5,7 секунд и расход топлива при скорости в 100 км в час в районе 5 литров. Отдельные экземпляры MonoTracer оснастили турбонаддувом, подняв мощность BMW-шной четверки до 190 лошадиных сил, а максимальную скорость до 315 км в час. Озвучу еще одну внушительную цифру. Базовая цена на это чудо техники составляла порядка 50 тысяч евро. С 2009 года производство MonoCars было частично передано на аутсорсинг совместному предприятию Bogema Mobile и Piraeus-CZ в Бурно. Было построено 58 MonoTracer, из которых 12 были сделаны с электрическим приводом под названием MonoTracer MTE-150. В 2010 году два прототипа MonoTracer MTE, также называемого X-Tracer, выиграли приз X-Price по топливной экономичности. В переводе на бензин расход составил 0,11 литров на километр. Немалую заслугу в этом составил низкий аэродинамический коэффициент и малая лобовая площадь. В 2012 году рынок встретил коммерческую версию электробайка. В октябре 2014 года Piraeus подала заявление о банкротстве и была распущена, однако производство сохранилось в Чешской Республике. По причинам, связанным с товарным знаком, MonoCar был переименован в MonoTracer MonoRacer. Производство версии с двигателями внутреннего сгорания было прекращено в конце 2016-го и, начиная с 2017-го, предлагается только версия на электротяге. Энерговооруженность MonoTracer MTE-150 составляет 150 кВт максимальной мощности, что при небольшой массе и хорошая аэродинамика гарантирует отличные динамические показатели. Для ускорения от 0 до 100 MonoTracer требуется 4,8 секунды. Емкость литий-полимерных батарей хватает на дистанцию до 400 км при скорости 80 км в час. Ориентировочная стоимость MonoTracer MTE-150 составляет около 100 тысяч долларов США, все зависит от списка опций. В 2020 году был представлен MonoRacer 130E с батареей увеличенной емкости. Несмотря на солидные ценники, производитель не испытывает недостатков в клиентах. Время поставки заказанного байка составляет 4-6 месяцев. Правительства европейских стран рассматривают подобную технику как EcoMobile и MonoTracer как мотоциклы и для управления ими требуются водительские права категории А. MonoTracer – удачный пример сплава мотоцикла с закрытым кузовом, сумевший не просто привлечь внимание публики, но и попасть в серийное производство. Возможно, за этой техникой будущее. Сейчас перед вами модель скутера с крышей от компании BMW. Согласно классификации, C1 – это скутер. Да, весьма странный, но монокаром его никто не считает. Информация о нем нам нужна для того, чтобы провести параллели с двумя следующими прототипами. Итак, эта странность появилась в 1999 году. Основная претензия ко всем двухколесным скутерам – плохая защищенность от дорожной грязи и осадков – послужила поводом для его создания. Большое внимание было уделено безопасности. У C1 есть ремни и подушка безопасности. При падении водитель остается пристегнут в кресле, а скутер упирается на слайдеры, исключая встречу водителя с дорожным покрытием. После проданных в 2001 году 10614 единиц, в следующем году удалось реализовать всего лишь 2000 экземпляров, а потому в октябре 2002 было принято решение прекратить выпуск скутера BMW C1. В 2009 году в рамках Европейского проекта безопасности была попытка пересмотреть это решение, и BMW подготовили электрический скутер C1E, но эта идея тоже не увенчалась успехом. По схожему пути создания монокара пошел Ян Пиграм, создав на базе макси-скутера Бургман 650 несколько прототипов монокаров под названием Генезис. Первый аппарат увидел свет в 2004 году, а затем последовала и вторая и третья версии Генезисов. При этом Ян заверяет, что его конструкция вышла лучше BMW-шной в плане защиты от брызг и дождя. На концепт-артах с почти полной капотировкой, в том числе и боковой, можно заметить просветы внизу для того, чтобы водитель мог выставить ноги во время остановки. Дополнительных опорных колес Генезис не имеет. Практически такой же прототип под названием Monster Bike был создан в начале 2010-х нидерландцем Коэном Ван Де Керкоффе. Бизнесмен на пенсии Джон Уоткинс, который разбогател на спа-бизнесе, на старости лет проникся идеей удобного мотоцикла. Так и родился в начале нулевых монокар Уоткинс STV. В основном STV работает как мотоцикл, за исключением того, что вы делаете ногами. Для поддержания вертикального положения применены две выносные опоры. За основу был взят мотоцикл Kawasaki KLX 650. По словам Уоткинса, его прототип второго поколения с трубчатой рамой развивает мощность 35 лошадиных сил, имеет колесную базу 2,4 метра и весит 385 килограмм. Для такого веса мощность крайне скромная, однако, по словам пенсионера, ему этих показателей вполне достаточно. На проект STV Джон потратил 10 лет и уйму денег, а его мечтой было, чтобы крупный производитель взял эту идею и усовершенствовал ее. И напоследок хочу рассказать о монокаре из 2010-х под названием AeroBike авторства новозеландца Роджера Данкли. Работа стартовала в 2011-м, а испытания техники проводились уже в 2013-м. Стоит отметить большую схожесть аэробайка с монокарами P-Raves. По сути, мастер увеличил расстояние между передней вилкой и задним маятником мотоцикла, заменив классическую раму несущим кузовом. Четырехцилиндровый рядный двигатель позаимствован у Suzuki RF900, как и некоторые детали подвески. Кузов изготовлен вручную из стекловолокна и призван свести коэффициент аэродинамического сопротивления на нет. От опрокидывания мотоцикл удерживается двумя колесами сбоку, которые благодаря телескопическим упорам по желанию водителя исчезают в недрах аппарата. Роджеру удалось развить на своем монокаре 174 км в час максимальной скорости во время испытательных заездов. Как утверждается на официальном сайте AeroBike, в декабре 2013-го во время испытаний произошла авария, причиной которой стал сильный боковой ветер. Водитель не пострадал на монокаре, отлетело зеркало и были множественные повреждения стеклопластикового корпуса. Как утверждает автор проекта, при сильном ветре его монокар оказался весьма непредсказуем в управлении. Последние записи на официальном сайте датированы 2014 годом и, по всей видимости, проект оказался заброшен. Давайте подведем итог. Мы с вами, друзья, проследили более чем столетнюю историю создания монокаров. Большинство из них коммерческого успеха не имели. Некоторые выпущены ограниченной серией. Однако идея о компактном, капотированном одноколейном транспорте, как видите, и по сей день витает в воздухе и имеет своих сторонников. Есть у этой концепции и проблемы. К примеру, та же парусность, как в случае Роджера Данкли. Однако основная проблема – высокая стоимость. За цену Monoracer 130i можно приобрести вместительный гараж, хороший автомобиль и мотоцикл по вкусу. И еще останется сдача. Интересно услышать ваше мнение о монокарах. Имеют ли они будущее или, напротив, идея бредова? Пишите в комментариях. На этом мой рассказ подходит к концу. Спасибо за внимание. С вами был канал Кроссмота. До новых встреч.